Вышли из салона красоты, Ильдар, ну повернись, покажи, где-то ему полоску там, говорит, сделали, но это походу вот тут, чуть-чуть так наклонись, голову, что-то ты отращиваешь, отращиваешь, поворачивайся к нам лицом теперь и что-то все никак не отрастишь. А ты мне там вот так вот брали, чик-чик. Тимонь, ага, а ты где там красавец писаный? Он такой крутой. Он знаете, почему ходит в парикмахерскую? Потому что там конфет много. Нет. Он там крутой сначала берет, а вот. Покажись, подожди сейчас, покажись, как ты там обстригся, повернись. А тебе сделали полосочку какую-нибудь? Нет. А почему ты не попросил? А что? Ну, так красивее с полосочкой. Попросил бы меня, я бы попросил. Покажи, сколько ты конфет там себе набрал. Он сначала, короче, целые две жменьки, вот такую жменьку взял. Ну, что-то ты мало набрал в этот раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук? Он вообще такую жменьку взял, сказали, а что ты так много конфеток взял? Пожалели конфет, что-то, наверное. Говорит, что другим детям не достанется. Ага. Скажи, а нас дома много? Всем привет. Всем-всем огромный привет. Добро пожаловать на наш канал. Мы рады поприветствовать новых подписчиков, новых зрителей на нашем канале. Всем добро пожаловать. Я надеюсь, что у вас, ой, вернее, вам у нас понравится. Спасибо, что вы подписались. Спасибо, что вы смотрите нас. И давайте же будем все-таки начинать наше видео. Тут что-то давно уже не снимала, не знаю, как-то нету. Знаете, вот бывает, что есть вдохновение, да, можно сказать так. А у меня вот в последнее время почему-то то ли какого-то настроения нету, то ли какого-то вдохновения нету, я не знаю. У нас сейчас начинается вообще прям жуткая-жуткая жара на улице. Это просто... Жуткая, очень. Да. Это просто какой-то, конечно, капец. Это, я не знаю, на улицу выходишь и, знаете, прям вот чувствуется сразу вот, ну, обжигает тело, все обжигает. Вот, знаете, вот когда костер горит, да, и ты стоишь возле костра, и прям вот этот жар вот чувствуется, да, когда ты рядышком, близко стоишь возле костра. Вот, в принципе, где-то как-то вот так вот. И идет дым. Да. Вот здесь. Да. Глаз дым, ребята. Оставайтесь с нами, смотрите нас. Мелена сидит, вот разбирает носочки, которые, я думаю, что эти носочки бывают у всех дома, да, вот, вот целый пакет лежит одного носка. Одного. В принципе, посмотрите, сколько много нашла одинаковых. Вот я не знаю, честно, куда они деваются, вот куда. Вроде бы ложишь два, а достаешь один, куда все убегают, фиг пойми. И вообще не находятся. Видимо, конкретно забегают с нашего дурдома. А Тимонька балуется тут, балуется, Тимоша, да? Нет. Так почему вот на рукавнике до сих пор там валяются? Я когда еще сказала их убрать? Вот что это такое? Мама, в шкаф это. Да, и это, и другое. И желтые доставай. Машина тоже тут на бекрень стоит. Почему? О, все. Одни схватил, а другие вот оставил. Все, помчался. Мама, разбирать? Хорошо. Нет, Мелена, те вещи, которые мы уже не будем носить. Здесь у нас тоже вот полный-полный кавардак. Как их сворачивать, чтобы они не развернули? Как сворачивать? Девочки, подскажите нам, как сворачивать вот такие колготки и мальчики? Ну, мальчики не знают, но я, кстати, тоже не знаю. Вот говорит Алина, как их свернуть, чтобы они не разворачивались. Я, честно говоря, сама не знаю. На столе у нас тоже. Короче, я разбираю вещи тоже, что маленькая, что отдать, что не отдать. Дарина здесь. А вы что пришли, Эльдар? Группа поддержки? Да. Да? Да. Вот, Дарина там, в общем, он ковыряется. В общем, у нас здесь полная-полная... Да, суфетка. Разгром и полная уборка. И начнушку, понимаешь? Алина придумала, как свернуть колготки. Не придумала, в интернете посмотрела. А, ну, в интернете посмотрела. Сверху именно, да? Да, она сверху. И вот это вот досуда. Потом еще раз. И потом еще раз, если получится. И получается туда... И получается в кармашек, типа, как она объясняла. Вот так вот нужно. Вот. И получается как мячик, да? Смотрите. И компактно... Ой, что тут такое это? И компактно, и вот можно уложить там все в ящик, и все будет нормально. Это она уже не первый раз. Свернула. Смотрите, сейчас я покажу. Ну, в ящик, да, вот как вот сложить можно. В принципе, да, вот одни колготки. Это такие вот, которые вот, ну, теплые, вы поняли, да? Такие вот мощневые. Ну, колготки, в общем. Получается, вот если вот так вот, там вот друг на друга еще, да, вот положить несколько. В принципе, компактно все. И не будут как бы разворачиваться, да, вот. Тоже еще один сверху. Сюда, сюда, вот сюда еще. А у нее только одна, вот последняя пара осталась. Ну, я просто говорю, иди сюда, там носочки, что-нибудь еще такое. В принципе, нормально, да? Лайфхак, девчоночки. Съемка беспалево. Чем занимаются мальчишки, когда девчонки работают. А где покрывало с кресла? Ну, с кресла покрывало какое. О, в стиле. Помощней всем ручкой. Вот. Мы тут лепим пельмени. Лепим пельмени. Да, у нас процесс уже в полном разгаре. Ну, пельмени леплю мама лепит. Я, в общем, делаю не вручную, а на формочке. Потому что, если я буду вручную лепить, это будет вообще, наверное, полный... Больмень. Да, не более-менее, а буду сидеть, наверное, до самого, самой ночи. Вот. Там сварили мы компотик уже. Да? Уже сварен? Да, уже сварен. Дарина мне насобирала эти... Как их называют? Абрикосы. Абрикосы, забыла, как их называют. Собирала мне абрикосы, их почистила, помыла, сложила все в кастрюльку. Ну, а мама, естественно, сделала все остальное. Вот так вот. И что там, малинка? А, ну, для цвета, да, добавила малинки чуть-чуть. Но что-то там цвет, по-моему, как был прозрачный, так и есть. Ну, не в этом суть. Главное, чтобы вкусные были. Да. Ну, что такие вот дела. У нас, это, Тимоня с Эльдаром у бабушки. Да. Скоро поедут. Забирать? Поедем, да, заберем. Вот, а вечер у нас будет вечер пельменей. Домашних причем. Надеюсь, что тесто получилось нормально. Потому что я тесто на пельмени вообще, ну, только, наверное, раз в жизни всего лишь и делала. Я люблю пельмени. Угу. Чем более, я люблю. Да. В магазине я перестала жить. Ну, в магазине, сами знаете, да, там не пельмени, там вообще их не знают, что. Вот. А тут ты поехал, взял фаршик, какой тебе нужно, сделал сам тесто, раскатал, как тебе нужно, да. И потом они сварились и такие мягкие и нежные, они такие, как вот варишь, 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 варишь. В итоге тесто все равно такое вот, как бы, резиново-твердое. Так, ладно, будем заниматься дальше. То есть, смотри, что-то тут уже много наболтало. Вот, занимаемся дальше пельмешками. Ну, я уже налепила пельмени. Ну, это то, что осталось, морозилка не вместилась сейчас. Будем варить. Такие вот. Это просто тесто тоненькое было. Чуть-чуть вылазит. И кусочек остался теста. Он, Милена, с ним балуется тоже. Давай, я, говорит, буду лепить. Ну, в общем, ей нравится возюкаться с тестом. Да, Милен? А я этот... Не возюкаться, а готовить. Угу. Готовлю. Ой. Алина попкорн разогрела. Попкорном чуть-чуть взяла попробовать. Милена не хочет. Пока она нателится, уже съедят все. Привезла Тимоньку до бабушки. Да, Тимош? Бабушки будешь ждал-ждал с нетерпением. Когда же бабушка придет, чтобы приехать до бабушки. Эльдар приедет попозже. Ну, сейчас лето. Ну, на каникулах, я уже говорила не раз. И это у бабушки нравится быть. Дарина тоже что-то все время у бабушки была. Была, а это что-то пока не хочет. А может, она открыта? Ты пробовала? Нет. Ну-ка. Что там бабушка, наверное, отдыхает? Надо было ей позвонить сначала, когда мы ехали. Да? Да. Эльдар, в общем, приедет попозже на велосипеде сам. Да, он сказал, я сам. Он говорит, поеду. Я иду. Тимоня. А где этот? Эльдар сказал, на велосипеде сам попозже приедет. К Ренку. Да. Дарина вроде бы завтра собирается, не знаю. Ага. Помаши ручкой всем. Бабушке, я говорю. Бабушке помаши ручкой. Пока-пока. Наоборот, привет. Привет-привет-привет-привет-привет. Да. Ну, а ты, Маши, пока, потому что я же тебя тут оставляю. Пока. Да. Все, ладно, поехали мы. Приехали мы уже домой. Заезжали в магазин. В общем, скупились там немного. И вообще просто я сцен просто в шоке. Ну, вы, наверное, так же все тоже в шоке. В общем, что мы купили? Показываю. Взяли вот такое вот мороженое шоколадное. Пятигорское. Очень вкусно. Оно в меру сладкое. В общем, ну, нам очень все нравится. Взяли, конечно, всем. Потому что все остальное лежит уже в морозилке. Это просто показало вам, что это. Цена у него в прошлый раз брали. Это было дня два назад, наверное. Или три. Не буду врать. Была одна цена. Было вот 28 рублей. Сегодня уже, видимо, новый завоз. Уже оно по 30 рублей. Это мороженое. Кстати, у меня новый маникюрчик. Как вам там показать? Вот такой вот. Получился такой вот, как бы, ну, немножко нежнятинка-нижнятинка. Да? Ну, и тут надписи есть на пальчиках. И надписи, кстати, в тему были. И на ногах тоже сделала педикюрчик. Так, ладно. Дальше сейчас быстро покажу. Булочку хлеба взяли. У нас, в принципе, еще одна, ну, полбулки есть. Взяли еще одну булочку, чтобы хватило. Так, взяли вот такое вот молоко. Ну, топленое, да? Нет-нет. Пьем. Вот такого вот молочка. Это все молоко, как бы, местного производства. Взяла сметану две штучки. Где-то еще одна стоит. А вот она. Ой. Это тоже, как бы, ее местная. Ставропольская сметана нам очень нравится. Она вот две штуки взяли. Давай, она больше. 15%. Так, еще одно вот молочко такое. И вот таких вот два пакета тоже. Взяли вот это картошки. Ну, на один раз, в принципе, достаточно молодой. Зачем ее много набирать? Это, я не знаю, может, завтра с чем-нибудь нажарю. Что-нибудь с ней сделаю или сварю. И, в общем говоря, не знаю. Это может быть салатик. В общем, вот такая закупочка-покупочка была. Это вышло на тысячу. Ну, с небольшим, в общем говоря. В общем, да не шатайте стол. В общем, цены растут. И с каждым разом в магазин заходить, это, конечно, просто вообще. А, еще ж такой рулетик взяли. Ну, это нам, конечно, на один раз покушать. Вот. Мне очень хочется, не знаю почему, сейчас вот именно зеленого чая. Зеленого чая с Мелиссой у меня есть такой вот. Сейчас, наверное, все-таки заварю. Мне это, кстати, так хочется с утра почему-то прям вот зеленого чайочка прям вообще попить. Я не знаю, я же говорю почему. Видимо, наверное, уже нервы сдают или я не знаю. В общем, сейчас, наверное, поставлю чайочек. И кто еще захочет, тоже сейчас как раз чайочек попьем с этим рулетиком. Вот. Тимоню, у бабушки, я же говорила, да, показывала, что привезли мы. И Идар тоже скоро поедет. В общем, такие вот делишки. Мы приехали в парк, а здесь народа. Вот, все. Короче, взяли самокаты. Я говорю, эти самокаты, мы сейчас будем их в руках таскать. Вот так оно и есть. Нелена уже типа поставить его куда-то. Да, Дарь? Угу. Нагулявшийся, насидевшийся. Блин, народа очень много там. Короче, возвращаемся домой. Ой, Лалина взяла ролики, хотела покататься. Но в итоге мы с ней просто сидели на лавочке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.